Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Избил пенсионерку и разгуливает на свободе. Внук напал на родную бабушку. 89-летняя труженица тыла боится возвращаться домой и ютиться у родственников. В поликлинике Ненецкой окружной больницы идет монтаж нового рентгеновского аппарата. Чем хорошо современное оборудование и когда его запустят в работу? Люди предпенсионного возраста вновь сели за парты. В Ненецком округе стартовали курсы поварского дела. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Александр Цибульский обсудил с Сергеем Коткиным вопросы реализации национальных проектов. Встреча губернатора Ненецкого округа и депутата Госдумы России прошла накануне в Нарьинмаре. В ходе встречи представитель Ненецкого округа в Нижней палате российского парламента рассказал главе региона о работе депутатов над проектом бюджета России на 2020-2022 годы. Кроме того, он сообщил о поправках, которые были внесены в федеральную казну текущего года в интересах Ненецкого округа. Так, уже подтверждены суммы по предстоящим периодам по социальному блоку, в том числе 315 миллионов на строительство в Нарьинмаре дома для престарелых людей и инвалидов, о котором говорилось во время визита в Нарьинмар министра труда и социального развития Максима Топилина. Также в ходе встречи Александр Цибульский и Сергей Коткин обсудили вопросы финансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий в рамках национальных проектов, утвержденных главой государства. По словам Сергея Коткина, председатель правительства России Дмитрий Медведев и первый заместитель председателя министра финансов РФ Антон Силуанов подтвердили, что средства на эти цели будут направлены из федерального бюджета в регионы в начале 2020 года. В завершении встречи Сергей Коткин отметил, что в России будет принята отдельная программа по развитию сельских территорий, что для Ненецкого округа, где из 44 населенных пунктов 42 являются сельскими, имеет важное значение. В Заполярье упростили процедуру получения социальных выплат для жителей Тундры. Речь идет об освобождении оленеводов и чумоработниц от необходимости ежегодной перерегистрации для получения социальных выплат. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании администрации Ненецкого округа. Как отметил в своем докладе руководитель окружного профильного департамента Сергей Сверидов, меры социальной поддержки в округе предоставляются с учетом принципа адресности и критериев нуждаемости. Поэтому ежегодно жителям региона необходимо подтверждать право на получение мер соцподдержки. В то же время кочевой образ жизни не позволяет оленеводам и чумоработницам вовремя проходить перерегистрацию, что в свою очередь приводит к потере права на получение полагающихся им соцвыплат. С принятием поправок у оленеводов и чумоработниц исчезнет необходимость проходить ежегодную перерегистрацию для того, чтобы подтвердить свое право на получение соцвыплат. К ним относятся такие ежемесячные компенсации, как выплата семьям, имеющим на воспитание трех и более детей, выплата в связи с рождением третьего и каждого из последующих детей, ежемесячного пособия на ребенка, а также тех мер государственной поддержки, которые непосредственно получают оленеводы и чумработницы. Глава региона Александр Цибульский в целом поддержал идею упрощения процедуры получения социальных выплат и пособий жителями округа. Роспотребнадзор Роспотребнадзор У нас было четыре проекта исковых, но в основном это касается на приобретение техники готовой, когда что-то не устраивает. Претензии, в принципе, с этим связаны и есть тоже. Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос о реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере защиты прав потребителей, в частности консультации населения по правовым вопросам и обращения в суд. У нас основная рекомендация усилить эту работу и занимать более активную позицию в защите прав потребителей и взаимодействии с федеральным уже ведомством Роспотребнадзором. То есть, может быть, оформлять свои стенды в администрациях, проводить собрания с жителями, какие-то совещания, больше мер принимать по именно коммуникациям с населением. Кроме того, наверное, целесообразно одна из дополнительных рекомендаций заключать соглашение с управлением Роспотребнадзора по НАО с той точки зрения, чтобы усилить взаимодействие по исполнению полномочий в сфере защиты прав потребителей. Добавлю, по итогам экспертных исследований рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей, Ненецкому округу был присвоен низкий уровень. История, о которой пойдет речь в следующем материале, буквально повергла нас в шок. Месяц назад в одном из районов Нарьинмара 33-летний мужчина избил родную бабушку. Причем в ее же квартире. 89-летняя труженица тыла боится возвращаться домой и ютиться у родственников. Племянница, пострадавшая, не зная, где еще искать помощи, обратилась в редакцию нашего телеканала. Подробности прямо сейчас. Меня вот так вот затрясло. Я стала кричать. Вспоминая тот страшный вечер, Маргарита Концевая не может сдержать слез. Около месяца назад 89-летнюю женщину избил родной внук. Причем в ее же квартире. Избил меня. Избил. Чуть не убил меня. Пришел как-то вечером, уже после ужина, пришел выпившим. И ни с того, ни с чего, ни слова не говоря, ни я ничего не говорила, ни он ничего. Вдруг начал швырять стулья и бить меня, поударил по голове, хмотал на меня. Крики пенсионерки услышали соседи. К приезду полиции внук заперся в квартире и не открывал дверь. Поэтому пришлось даже привлекать спасателей. Когда дебошир успокоился, с него лишь взяли объяснение. Задерживать тирана не стали. А бабушка так и не поняла, чем провинилась. Они жили в одной квартире. Со своей пенсией Маргарита Концевая оплачивала коммуналку, а внук, по словам женщины, нигде не работал и безбожно пил. Ну, он мне вымогал в последнее время уже, ничего не готовил, да что так. Где-то 500 рублей до обеда только успею встать с постели и подходит. Дай бабушка 500 рублей на еду. Я говорю, ну на еду не жалко, конечно, говорю. Я не жалела, говорю. А он это самое пропьет, а вечером опять приходит. Бабушка, дайте тот рублей. Теперь троженица тыла боится возвращаться в своё жильё. Сначала бабушку приютили соседи. На время, пока племянница пыталась решить вопрос с разменом квартиры. Обратилась в мэрию, но с юридической точки зрения это оказалось попросту невозможным. Я-то ходила к Анухину зачем? Для того, чтобы попросить разменять их квартиру. Потому что она смертна, боится идти туда. И вот они мне сказали, что мы вам ничем помочь не можем. Вот предложили идти в госбюро. Там как бы написать, чтобы они помогли написать заявление, что чего. Вот, звонила я сама по правам человека. Да. Хотела к Сверидовой попасть, специалисты. Но они, естественно, сразу вышли на соцзащиту. Соцзащита мне звонила. Они мне предложили или кризисный сет, или дом престарелых. Но у меня такого мысли даже нет, чтобы её сдать туда. Это та самая квартира, из которой месяц назад буквально выжили труженицу тыла Маргариту Концевую. Возвращаться сюда бабушка попросту боится. Кстати, по словам соседей, не появляется здесь и внук. Дверь нам так никто и не открыл. А вот соседи, которые в тот злосчастный вечер первыми пришли на помощь бабушке, говорят, что это уже не первый случай неадекватного поведения со стороны мужчины. Когда у него мама была жива, он же её тоже избивал. Мать избивал? Да. Я сколько вызывала полицию. И маму покойная вызывала Галя. Вот. И успокаивается. А что он, пьёт? Пьёт. Сейчас-то я уже как месяц бабушку забрала. Так я его месяц уже не вижу. О моральной стороне этой шокирующей истории говорить, пожалуй, излишнее. Внук Маргариты не то, что не извинился, но и пока не понёс никакого наказания за содеянное. Дело передано в суд. Но, как показывает практика, в подобных случаях речи об изоляции тирана от жертвы чаще всего не идёт. Так что же делать человеку, который оказался жертвой домашнего насилия? В первую очередь необходимо незамедлительно вызвать полицию, а также зафиксировать побои. Данное направление выписывается для того, чтобы подтвердить факт нанесения побоев, зафиксировать какие-либо телесные повреждения, если они имели место быть. Данное судебно-медицинское заключение является основным доказательством для привлечения лица за нанесение побоев. За нанесение побоев предусмотрена либо административная ответственность, либо, если это рецидив, агрессора могут привлечь по 116-й статье Уголовного кодекса. Но и здесь максимально возможное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. Именно поэтому проблема домашнего насилия сегодня активно обсуждается как общественностью, так и представителями власти. Вообще никакой насилия неприемлемо, а тем более в отношении слабого женщины, ребенка или мужчины, у которого нет сил, изнемогающего, условно говоря. Поэтому я знаю о том, что эта проблема обсуждается в Государственной Думе, в Совете Федерации. До 1 декабря будут внесены очередные изменения в федеральном законодательстве, касающие именно этой проблематики. Но здесь нужно вот 7 раз отмерить, а потом отрезать. Почти миллион россиян уже подписали петицию о принятии закона о домашнем насилии. Его суть – введение охранных ордеров, позволяющих изолировать насильника от жертвы. Также в случае принятия закона пострадавший попадает под защиту государства. Сбором доказательств должны будут заниматься правоохранительные органы. Вернемся к истории Маргариты Концевой. Пока 89-летняя бабушка живет у своей племянницы. Как говорится, в тесноте да не в обиде. По крайней мере, здесь она получает необходимый уход и заботу. А главное – чувствует себя в безопасности. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, телеканал «Север». Журавлик живи. История болезни нашей маленькой землячки Вари потрясла весь Ненецкий округ. Буквально в течение первых часов после публикации новости на горе семьи откликнулись неравнодушные люди со всей страны. Акции и благотворительные ярмарки направлены не только на финансовую, но и на моральную поддержку, которая сейчас так необходима семье Журавлевых. Школьный конкурс «Мисс Ягодка». Девчонки в красивых платьях стараются проявить себя, чтобы забрать главный титул. Среди них – восьмилетняя Варя Журавлева – веселая, талантливая девочка. Никто тогда не мог предположить, что через два года ей предстоит вести борьбу со страшным недугом – раком мозга, медулобластомой четвертой стадии. Почему болезнь выбрала именно ее вопрос, на который не может ответить никто? Бороться за здоровье своего ребенка семья решила в израильской клинике, но стоимость лечения превзошла все ожидания. Счета растут, и Журавлевым пришлось рассказать о своей беде с призывом о помощи. Уже за несколько дней было собрано более пяти миллионов рублей. В детском саду «Гнездышко», куда ходила Варя, как и во многих образовательных учреждениях, организовали благотворительную ярмарку. Родители и дети несут выпечку, игрушки и прочие вещи на продажу, чтобы вырученные средства отправить на лечение Варвары. Варюшка, выздоровевай! В родной группе с говорящим названием «Журавлики» воспитатели Вари вспоминают ее в дошкольные годы, как не по возрасту начитанную и мудрую девочку, мечтающую стать археологом. Все спокойная, всегда послушная, миленькая девочка такая всегда. Всегда соглашалась? Да, всегда соглашалась. Такая самая высокая была, стройенькая, но очень послушная, очень послушная девочка. На прыгулке она всегда ходила рядом со мной, она не бегала, не носилась, как со всеми детьми. Всегда рядом со мной мы сидели, она там рассказывала разные истории. Ждут выздоровления и возвращения Вари в музыкальной школе. Талантливая юная домристка с первого дня обучения стала подавать большие надежды. Варечка просто схватывает все на лету. Произведения вот я только успеваю ей давать, она сразу наизусть. То есть она очень много трудится дома. Звук добрый, ей нравится. Любимых много произведений, репертуар очень большой у Варечки. Мало того, что эта девочка талантливая, трудолюбивая, у нее очень светлая душа. У нее необычайно развита фантазия. При поддержке городского отделения почтовой связи запущена акция «Журавлик живи». Любой желающий может сложить бумажного журавля, написать на нем добрые пожелания Вари и принести в главное отделение почты, откуда журавлики улетят прямиком в Израиль, где сейчас находится на лечении Варя. В сложной жизненной ситуации любому человеку важна моральная поддержка, и оказать ее очень просто. Что же касается поддержки материальной, перевести любую сумму можно напрямую на счет семьи Вари. Номер телефона и номер счета для перевода вы сейчас видите на своих экранах. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал Север. И теперь к другим темам. В поликлинике Ненецкой окружной больницы идет монтаж нового рентген-диагностического комплекса. Оборудование приобретено за средства окружного бюджета по поручению главы региона Александра Цибульского в рамках Года здоровья. Ирина Никешина расскажет подробнее. Врач находится в этом кабинете и управляет столом отсюда, проводит исследование и не облучается абсолютно. Одна из особенностей нового рентген-аппарата – возможность дистанционного управления. Результат такого обследования будет отображаться на мониторе компьютера. По словам инженера компании «Стормов» Александра Хрулева, снимки будут очень высокого качества. Это значит, что врач сможет рассмотреть все до мелочей. Впоследствии цифровое изображение при необходимости можно будет направить по телемедицинским каналам на консультацию в любой город. Оперативно получать результат обследования пациентов смогут и лечащие врачи. В принципе, любой пациент, который обратится к нам за медицинской помощью, и ему будет назначен рентгенологическое обследование, он, соответственно, на этом аппарате будет выполнен на это исследование. И, соответственно, уже врач будет интерпретировать эти анализы у себя на рабочем столе на компьютере. Впрочем, результаты рентгенологического обследования будут храниться не только в цифровом виде. Существует принтер, сухая печать, так называемая термосухая печать. И возможно распечатать пленку рентгеновского качества безо всякой проявки и отправлять ее точно так же. Выдавать пациенту, он может с этой пленочкой обратиться на консультацию. Можно записать на DVD-диск исследования. Как отметил главврач Ненецкой окружной больницы Дмитрий Козенков, новый телеуправляемый цифровой рентгенаппарат позволит врачам проводить более качественное обследование пациентов, в том числе и в той области, которая раньше была недоступна на старом оборудовании. Оборудование позволяет проводить исследования практически всех органов и систем. Преимущества по сравнению, у нас раньше не было возможности, но сейчас появилась возможность сделать контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта. В настоящее время оборудование монтируется специалистами. В дальнейшем пройдут и выпуска наладочной работы, и уже точная донастройка непосредственно специалистами завода-производителя. Получить новую профессию можно в любом возрасте. Национальный проект «Демография за 6 лет» позволит почти полумиллиону россиян предпенсионного возраста бесплатно пройти обучение, повысить квалификацию или даже овладеть новой профессией. Начала свою работу программа и в Ненецком округе. Слово Екатерине Дементьевой. Мы будем тесто чувствовать, все-таки это тесто. Аккуратно так сравниваем. На четырехнедельных курсах вновь студенты проходят сначала теоретическую, а затем и практическую часть курса «Поварское дело». Постигать азы кулинарного искусства пришли 22 человека, причем представители как прекрасного, так и сильного пола. Среди них и Михаил Веселов. В окончании этих курсов, после сдачи экзаменов, мы получаем свидетельство государственного образца, дающее право работать на предприятиях общественного питания, плюс международный сертификат WorldSkills. Кто знает, может быть жизнь так сложится, что через несколько лет где-нибудь на берегу Атриотического моря, в каком-нибудь ресторанчике в Черногории, я буду жарить рыбу для русских туристов. Я очень доволен, еще раз повторяю, это превзошло все мои ожидания. Я ни на мгновение не пожалел о том, что нахожусь на этих курсах. Практическая часть курса проходит в лаборатории технологии продукции общественного питания в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. К слову, она находится на четвертом месте в России по оснащенности современным оборудованием. Стоит заметить, что именно предпенсионеры, они очень творчески подходят к этому заданию, они стараются, они выполняют домашнее задание творческое, сами готовят, затем приносят, выкладывают и общаются между собой, делятся впечатлениями и успехами. Стать участником программы профессионального обучения может любой гражданин, которому осталось пять лет до выхода на пенсию. Программа рассчитана на тех, кто уже имеет работу и ему нужно повысить свою квалификацию или находится в поиске и хочет стать конкурентноспособным на рынке труда. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!